Многие у меня спрашивают, почему я до сих пор не взял. Все очень просто, ребята, я хочу взять в Красногорске. А в Красногорске через год будет только, возможно, стройка начинаться в том месте, где я хочу. А вторичку я брать не хочу. А в других, в ЖК, либо в другом расположении мне неинтересно. То есть у нас там садик, у меня там все педагоги. Я в целом полюбил Красногорск, оттуда уезжать как-то не особо хочется. Но в целом, в целом, нет, не хочется, вообще не хочется. Вот, так что, надеюсь, на вопрос, почему я до сих пор не взял, я ответил. А, и мне еще нужно дом продать, чтобы пульгусом было на то, что есть. Короче, ну есть свои причины. Мы развелись полтора года назад, он уже год в отношениях с девушкой, они живут вместе с детьми, со своими. Они уже познакомы с семьями. То есть, ну нет, не может быть ревности, потому что это абсолютно теперь чужой человек для меня. У него другая жизнь, у него другая женщина. Ну, как бы, я даже думаю, что они скоро поженятся, потому что у них достаточно все серьезно. Вот, и я не ревную, я даже за Валеру очень счастлива, правда, потому что он, как бы, вроде идет в правильное направление, и у него все хорошо получается. Так что, нет. Я соскучилась очень. Мама. Пошли играть в тюнячий патруль домой. Там патруль петли. Принесли, да, патруль принесли. Мам, там патруль петли, мам. Принесли. Ну, расскажи мне, ты влюбился, да? Мам, мам, пошли. Я влюбился к меня. Спасибо. Давиду, это что за новости? У меня тут любят. Я еду в сердечку, мам. Ну, сделай сердечко для подписчиков. А? Ну, сделай вот так, сердечко. Давай, а ты вторую. Давай сделай для наших подписчиков сердечко. Другую руку. Дай другую. Другую? Тебя люблю. Другую, да. Да. Я не понимаю. Я еще пальма, я еще пальма. Спать хочешь? Да. Ой, какой ты обманщик. Ты не хочешь кушать? Да. Так ты в садике одну булочку съел. Я еще пальма. А, спать хочешь? Да. Не хочешь кушать? Я еще пальма. Или хочешь патруль играть? Мам, я еще пальма. Ну, все, понятно. Иди. Пришел гречку мне на пол, раскидал и ушел. Иди, бери, бери патруль. Иди в комнату свою. Я всю еду твою сейчас съем. Да? Да. Все хорошо. Алименты Давиду платят. Вот. А я кушаю шоколадку. Она без сахара. Честно-честно, я на пальном питании. Вот, видите? Без сахара. Ну, а тут такой вкусный фундук. И такой вкусный сам по себе шоколад. Вообще кайф. Приятно худеть. А когда у вас концерт? Так. Пять. Пять? Я буду. Ладно, Лиза, мы тогда в пять переедем. Лиза, мы на стройку тогда. А у нас все. Лиза, мы на стройку. Лиза, мы на стройку. Я иду за тобой, моя королева. Отведу тебя в сказочное царство, где царит любовь и счастье. Вот мы, короче, с этой прекрасной королевой ускакали в волшебное царство эмоций, счастья и любви. Можешь это отправить? Ну, нажми кнопку. Я говорить больше не могу. Блин, я ищу тех, кто сотрудничает по бартеру, клининг, потому что я уже, наверное, четвертый день. Не нахожу в себе силы убраться. Но меня вот настолько сильно выводит, когда в доме грязно, что я не могу просто не убираться и жить, типа, в доме нормально. И вот я сегодня хотела убраться, но чувствую, что вот эта вот затея на 2-3 часа вот не сейчас. Вот правда не сейчас. И, короче, вспомнила, что кто-то Надей Ермаковой делал уборку, какой-то клининг. Потом вспомнила, что еще кому-то. И, короче, нашла вроде бы этот клининг, но им нельзя написать в инсту, только на почту. Написала на почту с предложением о сотрудничестве. Вот жду. Вообще в идеале, конечно же, завтра, чтобы приехали и убрались. А потом еще подумала, может быть, постоянную найти женщину на Авито, которая будет там брать, ну, тысячи две, вот, и будет убираться, приходить. Я в целом могу готовить только для себя, и то завтраки, и то там по желанию, по состоянию, вот. А убираться это прям крайне редко. Был период, когда, может, месяц, когда я прям сама убиралась, мне нравилось, вот. Ну, сейчас чувствую, что это отнимает в меня энергию. И хотела на Авито найти, но потом подумала, что, ладно, приложение там у меня Айра есть, да, клининг, еще какой-то клининг. Они вряд ли что-то украдут, да, и вряд ли что-то пропадет, потому что у них репутация. А вот какую-нибудь женщину на Авито, ну, прям очень сомнительно, у меня духов тут на миллион. И вот если хоть одни пропадут, я ж тут просто в пух прах разнесу, понимаешь? И, короче, вот не знаю, что делать, переселить себя, убраться или подождать, пока клининг найдется, какой-нибудь нормальный, который будет со мной сотрудничать. Вот. День, я могу, такая, сегодняшнего дня, девочки. О чем задумалась у меня там мечтательница? Смотрите вообще, как все было. Я сказал Ирине, что я поехал гулять. Ну, мне там нужно было отъехать. Вот. Сюда, хоть она не любит цветы, но у нее в историях было про синие розы. Розы я искал, но не нашел. Здесь вот столько клубники и мой любимый виноградный сок. Вот так вот. Доброй ночи. Не розы, конечно, но синие. Это вот насколько нужно быть внимательным человеком. Здесь еще, посмотрите, клубничка. В общем, если я не хотела клубнику, он это знает. Ну, конечно, еще Асти. Куда клубничка без Асти? В общем, все, как я люблю. Каждый день наш папа нас куда-то водит. Понимаете, водит все. Вот. Все мы ходим. То через кусты, то через какие-то каналы, то по морю, по камням. То куда-то плывем. Вот сейчас идем, переизвечаем территорию. Так, ребята, тут капли. Ну, понятно, что нельзя открывать, потому что прилетит в камеру мгновенно. А вот смотрите, вот этот, вот он, зелененький. Зелененький, вот он, вот он, вот он. Какой хороший, смотрите. Да, 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 это именно он. Чик-чик, чик-чик. Чик-чик-чик. Чик-чик-чик. Новый год у нас, видите, как прошел. Поехала на маникюр и, в общем, попала под раздачу. Ребята, всем доброе утро. Сегодня мы проснулись в полчетвертого, в четыре выехали из дома, чтобы встретить потрясающий рассвет в замечательном месте. Смотрите на счастливые лица нашей компании. Сейчас я вам покажу вулкан. Такого вы никогда не видели. Вот он. Ну, а еще? Так, по поводу военкомата. На самом деле шутка, никуда его не забирают. Потому что с заболеванием Даниэля служить не берут. У него панувид с макулярным отеком. Кто не знает, редкое заболевание, которое в России практически не лечится. По крайней мере, за два года мы не нашли нужного специалиста, объехав все клиники. От Федорова до Геймгольца и так далее. Поэтому нашли в Израиле специалистов. Каждые два месяца он будет мотаться туда. Сейчас дает плановые анализы, чтобы держать на контроле ситуацию. Поэтому с таким диагнозом в армию не берут. Ребят, ну какая армия, если человеку грозит слепота и очень много побочек у этого заболевания. Ну, поэтому... Все равно медкомиссию проходит. Все равно все анализы, справки сюда везет. Вот, поэтому снова в военкомат. Но ему не грозит пойти служить. Ну, смотрите. У нас разный темперамент, разный вкус в одежде, разный вкус в мужчинах, разные приоритеты, разная ценность в принципе, да, по жизни. Я не буду сейчас рассказывать, какие, но очень редко, когда мы можем быть единогласны в чем-то. Два разных человека. И это нормально. И было бы странно, если бы у нас в этом плане все было одинаково. Продолжение следует... Какая красивая. Какие глаза. А кто красивее? Мне кажется, я. Да? Особенно сейчас. Мне кажется, честно, ты меня выбрала из-за глаз. Из-за кишек? Угу. Ну, что за красота? Еще песик не дышал на меня, а вообще прекрасно было. А что там такое? Не знаю, там... Комфорт нуар. Там вот это посилило. Здесь... Пока ты спал. Ну, подселенцы какие-то. Все, ладно. Подселенцы какие-то. А, смешно. Удачи. В общем, ребят, история такая. Из-за того, что я снимаюсь сейчас в шоу, я не в обойме. Меня там во многих процессах нету. Но сейчас самый важный процесс это организовать гендер-пати. И Таня мне вчера четко и ясно сказала, смотри сюда. Так и говорит. Смотри сюда. У тебя пару дней на то, чтобы все это организовать. Либо же я иду вскрывать конверт. Может, тебе, говорит, как бы не так волнительно, как мне. Я, говорит, шесть месяцев уже хожу с человеком в животе, и мне хочется понимать, кого я там нашу, мальчик или девочка. Поэтому вот, два-три дня тебе, организуй. Не получается у тебя? У меня конвертская зато получается. Очень быстро. Я понял тебя, родная. Услышал. Организовываю. Друзья, хочу выразить большую благодарность проекту Дом-2. Хочу выразить благодарность ведущим, руководству и всем причастным. Вплоть до того, до камераменов, до операторов. Хочу сказать, что если бы не этот проект, я бы никогда не познакомился с Екатериной Скалой. Я счастлив. Действительно, я счастлив. И это благодаря Дом-2. Знаете, что скажу ли? Я целый день в таком агрессивном, негативном состоянии, имеющийся со всех сторон. Линка, что-то ей постоянно не нравится, что-то не то, что-то не так. Держимся. Боремся за жизнь. Боремся. 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 Эксклюзив, Антон показывает мне свою гримерку. Проходите, я ее еще не обжил, но... Слушай, ну хорошо, уютненько, уютненько. Знаешь, что я ела? Уже есть только фоточек повесил. Еда есть халявная, наша любимая. Колбаса, знаменитая домовская халявная колбаса. Вот это мы не будем есть. Дай мне на память. Я тебе обязательно дам. Слушай, а повесь здесь мою фотографию на память? Я повешу нашу совместную. А у тебя есть? Конечно. Все, тогда в следующий раз я обязательно... Обязательно камочку повешу. Была на поляне, не успела вообще ничего снять, никакого контента. Я просто так соскучилась по этому месту, по тем людям, которые находятся за кадром. Вот, Илинка была, Катя была, общалась с новенькими. Кстати, мне очень сильно импонирует новенькая Катя. Вот, хотя девочка очень зажата, не понимаю почему. Но вот это хорошая энергетика, тем более она такая творческая, да, личность. Очень красиво поет. Я ей дала некоторые советы. Вот. Надеюсь, еще пойду. Ну, в гости, все-таки это второй дом. Короче, мусянка уже готова. Инь-янь. Вот. Она встала в левую сторону. Я говорю, у меня тоже левая сторона рабочая. Сучка. Можем поменяться. Давай, Лада, теперь иди. Да нет! Давай, иди поближе просто, покажи. Смотрите, она надела костюм от Микена Брэнда. Вот. А я надела вот этот костюмчик. Ну, вот такой. Чтобы вы понимали, таксист нас ждет уже минут 15. Пока мы собирались. Мы не могли не зафоткаться. Да. И фотку сейчас сделаем. Такс. Ой. Хорошо. Спасибо. Что, о чем-нибудь расскажем? Я вам позвоню. Ну, что рассказать? Все сахарное, плитерное, сладкое. Клава устала от этого. Хочет пиздячий получить от меня. Вот думаю, какую боль ей причинить. Физическую или моральную. Интересно? Да? Да. Как вкусно. Ой, как вкусно. С картошкой, да? Чисто так низко. Рачем чуть до пиздка. Ой, покажи. всем доброе утро поехал на тренировку пару комментариев дать по вчерашнему дню я думаю что адекватные люди все понимают что дружба и отношения они как бы не соизмеримы и адекватные люди в отношениях понимают что все это нужно разделять самое главное чтобы все учитывали обстоятельства обстоятельства какие это уважение и любовь друг другу поэтому все в общем и целом хорошо через неделю смотрите эфиры а у нас пока я все не любуюсь нашей поляной красивой прекрасной так у нас все свежо такая погода знаете как будто бы вот вспоминать детство сейчас на рыбалку пойду смог стоит сыра мокро ладно всем хорошего дня читай самые свежие новости из дома 2 на сайте гест игра